МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Тепло и безопасность в бавруйских учреждениях образования проходит масштабная кампания по замене окон. -"Чтобы нашим воспитанникам было комфортно, уютно и хорошо". -"Сколько всего в планах". Жизнь или смерть в Могилевском районе бесправник устроил жуткое ДТП. Кто попался на пути безрассудства? На страже закона в Беларуси отмечают День милиции. -"Поздравляю каждого сотрудника органов внутренних дел". Сколько лет отметили правоохранители. А также указ о беспилотниках, богатство леса и онлайн-мониторинг. Марк проверил более 50 интернет-магазинов. Какие нарушения нашел регулятор. Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Беларусь и Казахстан в своем сотрудничестве способны преодолеть не только санкционные вызовы, но и любые другие барьеры и препятствия. Уверенность в этом президент высказал на встрече с послом Казахстана Ерланом Байжановым. Александр Лукашенко заявил о готовности расширять сотрудничество в различных сферах. Одним из таких направлений должно стать создание совместных предприятий. Уже сейчас активно работают 55 организаций с казахстанским капиталом. Из них 17 совместных и 38 иностранных. Что касается отечественных производств, то в Казахстане действует свыше 170 субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий. Наша с вами встреча проходит не просто так вот взяли и встретились. Вы знаете прекрасно, что в третьем квартале, скорее всего, президент Казахстана прилетит с официальным визитом в Беларусь. Нам также очень важно сегодня оговорить некоторые моменты этого важного для Беларуси мероприятия. Переговоры пройдут на самом высоком уровне. Заинтересованные лица встретятся в рамках этого визита. Двустороннее сотрудничество, как и положено стратегическим партнерам, идет интенсивно. Товарооборот уже три года подряд превышает 1 миллиард долларов. Сейчас страны делают ставку на промышленную кооперацию. Дорога ошибок не прощает. ДТП в Могилевском районе оставило кровавые отпечатки. В деревне Зимница 40-летний житель Славгорода за рулем Пижоне справился с управлением и влетел в Рено, который двигался впереди. В результате аварии водитель француза погиб на месте, а его четыре пассажира госпитализированы. Проводится проверка. К слову, мужчина не имел права управления, которого лишился за нетрезвую поездку. За прошедшие выходные в Могилевской области сотрудниками ГАИ выявлено 672 нарушения ПДД. Задержано 7 пьяных водителей и 28 бесправников. 112 пешеходов привлечено к административной ответственности. 33 были пьяны. Чартерные рейсы, ежегодный план посева и изменения Белпочты. К Международному женскому дню национальный оператор меняет режим работы. Как будут работать узлы связи? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С 25 марта, согласно указу о государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов, физлицам нельзя будет покупать, продавать, хранить у себя дроны. Запрет не касается организаций и бизнесменов, которые занимаются предпринимательской и профессиональной деятельностью. Март провел мониторинг более 50 интернет-магазинов и обнаружил около 40 нарушений. Основные недоведения до покупателей полного наименования и местонахождения юрлица, информации о госрегистрации, номера контактных телефонов, условий приобретения и оплате, а также способе доставки и цен. Помимо этого установлены факты размещения на главной странице отдельных маркетплейсов рекламы алкогольного напитка. Белавия возобновила чартерные рейсы в Катар. На онлайн-табло национального аэропорта отмечено, первый самолет вылетел сегодня в 9 утра. Запланированное время прибытия в столицу – 15 часов. В 22 часа – остановка в Беларуси. Прямые авиарейсы по маршруту Минск до Хаминск возобновляются после пятимесячного перерыва. Сезон весенней посадки зеленого богатства стартовал в Беларуси. За первые дни весны лесоводы уже успели создать около 400 гектаров культур. Всего в этом году за счет посева планируется не менее 20,5 тысяч гектар новых лесов. Особое внимание уделяется участкам, которые пострадали в результате непогоды – ветровалы, буреломы, снеголомы. К Международному женскому дню Белпочта меняет режим работы некоторых объектов почтовой связи. В предпраздничный день большинство сельских ОПС будут активны по сокращенному времени. Городские – по действующему расписанию, за некоторым исключением. Всего в столице будут работать 12 отделений. В Минской области – 22, Витебской и Брестской – 7, Гомельской – 8, Гродненской и Могилевской – 10. 24 на 7 – 365 дней в году. В будни, в праздники даже свои профессиональные они на посту. Более века органы внутренних дел самоотверженным трудом и целеустремленным служением закону обеспечивают правопорядок в стране, делая все возможное, чтобы наш народ жил в спокойствии, мире и согласии. В Белоруссии сегодня день милиции. Сегодня белорусская милиция работает в непростых условиях. Мы видим, что происходит вокруг наших границ. Как пытаются дестабилизировать обстановку в Республике Беларусь. Но мы делаем все для того, чтобы на нашей земле был мир и порядок. Праздничный концерт прошел и в Бобруйске. В драмтеатре поздравили сотрудников управления внутренних дел. Еще до начала гости могли посетить выставку служебного транспорта на площадке перед учреждением культуры и отведать солдатской каши с чаем. На сцене чествовали личный состав и ветеранов. Наше главное достижение – это безопасность на улицах нашего города. Поэтому я искренне от всей души поздравляю каждого сотрудника органов внутренних дел с этим праздником. Желаю крепкого здоровья, мирного неба, успехов во всех начинаниях. Ну и все мечты, которые где-то, может, были не достигнуты, то обязательно, чтобы в преддверии вот этого праздника они обязательно сбывались. Уже более века правоохранители обеспечивают защиту граждан от преступных действий, следят за ситуацией на дорогах, безопасностью в стране. Люди доверяют органам правопорядка, оценивают их усилия, а награды всегда находят победителей. В конце года служба участковых инспекторов милиции органов внутренних дел отметила вековой юбилей. Бобруйчанин Иван Забловский – победитель областного смотра конкурса профессионального мастерства. В торжественной обстановке старший участковый инспектор получил ключи от новой служебной машины. Непосредственно участок он занимает по площади половину Ленинского района города Бобруйска. Плюс еще у нас отдаленный поселок Ситовка, который за Березиной находится. Поэтому машина очень огромную службу сослужит нам. Спасибо руководству, что доверили представить ОВД города Бобруйска на конкурсе. И вот так получилось, что выиграл главный приз. Профессия у скромного героя не из легких. Динамичный график расписан буквально по минутам. На плечи ложится огромный спектр задач. Самое главное – профилактика правонарушений и преступлений на участке. А это порядка 12 тысяч домов. Поступают благодарственные звонки о работе участкового на административном участке. Всегда на страже порядка. Благодаря таким людям, преданным своему делу, бобруйчане могут спать спокойно. А настоящие профессионалы в нужный момент придут на помощь и никогда не придадут свои принципы. Закон – справедливость Отечества. Елизавета Липеева, Никита Жвойковский, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Заботой о самом ценном в Бобруйске приступили к замене окон до школьных учреждениях. Апгрейд в детском саду номер 69 на Лыньково ведется с 29 февраля и закончится только 29 марта. В здании за счет бюджетных средств произведут стопроцентную замену окон. В первую очередь для комфорта и удобства маленьких посетителей. Для безопасности наших воспитанников все окна оборудованы блокираторами замков, чтобы нашим воспитанникам было комфортно, уютно и хорошо. Без обновки не остался и детский сад номер 23 на Держинского. Специалисты работали не покладая рук, заменили 69 окон и уже через три недели они радуют как руководство, так и дошколят. На очереди более 50 учреждений планируют уложиться до 9 августа. Футболисты Белшины в товарищеском матче одержали уверенную победу над Бумпромом со счетом 2-0. Игра с гомельчанами получилась информативной. В первом тайме действовали двумя составами для просмотра новичков. После двух забитых команда расслабилась, держалась на мастерстве. Вторые 45 прошли с точностью наоборот, но было хорошее желание движения мотивации на победу. Второй тайм, даже если брать по целостности, мне понравился больше. Но будем стремиться к тому, чтобы на протяжении 90 минут играть в такой активный двигательный футбол. Команда по сути новая, работы предстоит еще очень много. В планах запланирован ряд товарищеских игр. Ближайшие уже 8 марта с Могилевским Днепром. В целом дела, в принципе, обстоят неплохо. Идет процесс комплектации до сих пор. Я думаю, что он еще будет продолжаться достаточно долгое время. Запланировано достаточно большое количество игр. И уже отпускаем их, так сказать, с физической нагрузки. Объем работы сделали большой. Сегодня уже выводим их на игровые. Футбол-командная игра, в которой необходима слаженность. По словам главного тренера красно-черных, костяк команды сформирован на 75%. Сразу после нас мой выбор. Расскажем, почему единый день голосования вошел в историю. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!